Традиционно подводим итоги дня о главных событиях в Украине и мире за четверг и сегодня вы увидите. Неприятный звонок из Совета Европы. О влиянии решений ПАСЕ, резолюции по закону об украинском образовании и о вероятности отмены политических санкций против России. Все это обсудим с гостем и такой программы. Без объяснений. Россия не пускает украинских врачей к задержанному Павлу Грибу. Украине снуждается в медицинском наблюдении и специальных лекарствах. Достойная смена. Они знают, как разобрать автомат Калашникова и оказать первую медицинскую помощь. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой высказала беспокойность якобы нарушениями языковых прав нацменьшинств в Украине. Тем не менее, глава украинской делегации Владимир Арьев считает, что трагедии из данной резолюции делать не стоит. Окончательное решение за венецианской комиссией. Подробности далее в сюжете. Несмотря на отсутствие большинства делегатов в зале ассамблеи, дебаты по украинскому закону состоялись. Докладчик по вопросу Андрес Херкель подчеркнул, без вывода в венецианской комиссии подводить итоги сложно. Тем не менее, владение государственным языком – это фактор социальной интеграции, и государство имеет право продвигать его изучение. В Украине справедливым является беспокойство относительно украинского языка как государственного, и есть необходимость принять дополнительные меры, чтобы консолидировать его роль в украинском обществе. На дебатах представители Венгрии и Румынии настаивали, под удар закона попадают дети, которые не смогут изучать родной язык. Я думаю о наших друзьях в Украине. Вы должны понять, что давление на нацменьшинство не даст позитивных результатов. Поймите, хорошие отношения с соседними странами, такими как Румыния, Венгрия, Польша и другими, очень необходимы вам, так как это ваш мост в Европу. А вы подрываете этот мост, вы ставите под удар почти полмиллиона человек из нацменьшинств, и эти молодые люди теряют шанс учиться на своем родном языке. Киев, в свою очередь, подчеркивает, закон не ограничивает права нацменьшинств, наоборот, предоставляет гарантии успешного развития в Украине. Поэтому возмущения оппонентов непродуктивны. 60% венгерских учащихся провалились на экзамене по украинскому языку, при этом сдали математику и другие предметы, но не смогли поступить в университет. В Конвенции по защите региональных языков есть две идеи – возможность учиться на родном языке и при этом изучать государственный язык. Мы готовы к компромиссам. Тем не менее, рекомендательная резолюция с некоторыми правками была принята. Делегаты сошлись во мнении, закон должна изучить Венецианская комиссия, и ее решение ожидается к декабрю. До этого времени спорные статьи меняться не будут, отметил Ариев. В Апасе, в свою очередь, также призвало противников закона обратить внимание на обеспечение украинским общинам тех же гарантий, которых они требуют для своих нацменьшинств в Украине. Вадим Крамор, Вадим Гринько, UATV. Тем временем представители болгарской общины в Украине поддержали новый закон об образовании. Об этом по итогам круглого стола в посольстве Болгарии в Киеве сообщила пресс-служба Министерства образования. В частности, болгарский посол Красимир Минчев отметил, что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны в законе. А представители нацменьшинств из Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей признали, заложенный в нем подход обучения в начальных классах на родном языке, а в базовой и старшей школе на государственном является наиболее продуктивным для изучения обоих языков. Украина готова к конструктивному диалогу относительно языковой нормы в спорном законе об образовании. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин на встрече со своим венгерским коллегой Петером Сиарта. По словам Климкина, Киев не намерен ни закрывать школы, ни увольнять учителей. А закон не направлен против какого-то меньшинства. Тем не менее, каждый гражданин должен, кроме родного, усвоить и государственный язык для гарантии успешного будущего, отметил глава МИД. И чтобы ответить на вопрос, действительно ли новый закон представляет угрозу для детей и национальных меньшинств, искать ответ команда ВИТВ отправилась в приграничный район Закарпатья. Подробности далее. Виноградовский район Закарпатской области буквально окружен границами соседних государств. Это подтверждает мобильная связь. Несколько шагов в эту сторону и вас уже приветствуют в Румынии. А если проехать и пройти буквально сотни метров вон туда, оператор переключится на Венгрию. При таком близком соседстве неудивительно, что почти треть населения района составляют нацменьшинства. Поселок Вербовец этнически венгерский. Школа комбинированная. Украинские классы существуют давно. Считают, главное – право выбора. У нас есть возможность и на украинском языке учиться, и на родном. Это по желанию. Думаю, этот закон не нужно было менять. Ведь у нас в стране всегда была возможность изучать украинский. И дети, которые хотят получить здесь высшее образование, обязательно его учат. Усваивают и язык, и терминологию. Свободно владеют. Такие школы в приграничных селах прививают любовь к обеим странам. И литература, и внеклассная работа, и отмечания праздников – двуязычные. Мнение по поводу языковой поправки в учебных заведениях разное. Кто-то считает, что закон для нацменьшинств не страшен. Кто-то критикует. Разделилось и мнение местного населения. В Украине нужно разговаривать на украинском языке. Так что я считаю, что это правильно, это нормально. Давно пора было принять такое решение. Наша Украина красивая, большая. Ей нужно процветать и учить молодёжь нашу. Я считаю, что это неправильно. Здесь своя диаспора венгров, которые имеют право на свой язык. Это абсурд по отношению к ним. И это неуважение к другому государству. В местном управлении образования считают, критика закона в основном построена на эмоциях. Многие ещё не ознакомились с текстом закона, но на слуху ущемление нацменьшинств. Нужно время, чтобы оценить документ в перспективе. В седьмой статье четвёртым пунктом записано. Представители нацменьшинств могут изучать на украинском языке один или несколько предметов. Если туда войдут история Украины, защита Родины и так далее. Что в этом плохого? Думаю, на самом деле никто не будет против украинского при изучении таких госдисциплин. В управлении говорят, новый документ важно расценивать в комплексе. Считают, он приближает украинские школы к европейским стандартам. Ведь детей будут готовить не к сдаче внешнего независимого оценивания, а к жизни. Любовь Задорожная, Евгений Советский, Юэй ТВ. О влиянии решений ПАСЕ, в частности резолюции о украинском законе об образовании, и действительно ли с Россией могут быть сняты санкции, наложенные ранее Ассамблеей, говорим с нашим гостем. В студии старший научный сотрудник Института Всемирной Истории Национальной Академии Наук Украины Максим Ялин. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Итак, сегодняшние дебаты и резолюция об образовании. Как вы оцениваете ее? Достаточно ли бы сильные аргументы противников закона? Нет, ну если смотреть результаты непосредственно голосования, да, были определенные поправки, которые хотела вносить и венгерская сторона, но не были приняты выгодные нам, ну скажем так, то, что не были приняты важные статьи закону, но в целом тут ключевой момент, статус этой резолюции, да, она имеет рекомендательный характер, и все равно главное, что результаты мы сможем уже судить о качестве этого закона, да, и насколько он соответствует европейскому законодательству, это после выводов венецианской комиссии. А насколько весом решение Пассио? Ну, имеет рекомендательный характер, поэтому никакой трагедии в этой резолюции нет, я думаю, что если сравнивать с российской стороной, да, то резолюция, которая была принята в начале этого года, где признавалось, что Россия является страной-агрессором, имела намного более важный и весомый характер. То есть ничего не повлечет в случае невыполнения этой... Нет, сейчас я же говорю, то есть результаты, уже какие-то последствия могут быть после того, как сделает выводы венецианская комиссия, насколько этот закон соответствует хартии европейских, у языков европейских меньшинств, и уже в зависимости от выводов будет приниматься решение, вносить какие-либо изменения, либо нет. А может ли Украина вступить со встречным заявлением о ситуации с образованием на украинском языке в Венгрии, России, Польше? Ну, во-первых, там некоторые статьи этого закона, которые как раз указывают на отсутствие украинских школ и в той же Польше, Румынии, Венгрии, они как раз не были проголосованы, ну, я имею в виду большинство голосом, то есть были отменены, на которых как раз настаивала и венгерская сторона, и румынская, которые подавали проект этой резолюции. То есть вот в этом плане украинская сторона, скажем так, ну, небольшой выигрыш получила в этом мини-сражении, потому что, естественно, по каждому пункту этого закона шли отдельные переговоры и сражения. К другой проблематике, связанной в ПАСЕ, в среду появилась информация, что ПАСЕ одобрила резолюцию, которая делает возможность снять санкции, политические санкции с России. Что вы думаете по этому поводу? Я никакой трагедии из этого не делаю, нормально отношусь, потому что слежу регулярно за работой российской стороны, в том числе и на дипломатическом фронте, и они работали на этот результат. Я бы сказал, это, с одной стороны, первый фактор, который мы должны были учитывать. Второй, который также, я бы сказал, является сигналом со стороны Европейского Союза, Германии в том числе, я думаю, в контексте как раз минских соглашений, переговорного процесса. Первое, это было принятие важного закона о реинтеграции Донбасса и о продлении статуса, особого статуса ОРДЛО, еще на год закон. То есть это были, скажем так, шаги с украинской стороны навстречу. Ну а сейчас, возможно, в лучшем случае для российской стороны это расценивать как готовность Европы. Тут уже одно дело переговоры с Куртом Волкером, с Соединенными Штатами, да, другой формат нормандский. Германия, Россия. И вот здесь как раз это возможные уступки могут быть со стороны Европейского Союза, если российская сторона, опять же, продемонстрирует свою готовность исполнять минские соглашения, оказывать давление на подконтрольных им сепаратистов, на неподконтрольных территориях ОРДЛО, ну и, соответственно, выполнять пункты безопасности минских соглашений. Проект этой резолюции готовил следующий президент Ассамблеи, который займет должность в январе. При этом все поправки, которые предлагала Украина, были отклонены. Как стоит расценивать это? Никакой трагедии в этом нет, потому что, как в предыдущем ответе я уже упоминал, были также утверждены далеко не все поправки, да, и со стороны Венгрии и Румынии. То есть это были отдельные, ну, отдельная битва, скажем так, небольшое сражение тактическое, где ни одна сторона, можно сказать, расценивать не получила окончательной победы. И, опять же, я сказал, это как шаг навстречу возможной, да, перспектива рассмотрения возвращения Российской Федерации в парламентскую Ассамблею Совета Европы. Это нужно расценивать, в принципе, отдельно, но итог, в принципе, предсказуем и в том, и в другом случае. Ну, предыдущего президента не раз упрекали в пророссийских взглядах. Чего стоит ожидать от этого руководства? Чего? От него стоит ожидать, и то, что мы увидим, я думаю, стоит подождать всего лишь несколько месяцев, но однозначно, как показывает и принятие предыдущей резолюции, немного настроение меняется, российское лобби также имеет место быть, но окончательно будет зависеть, я думаю, здесь взаимосвязь, как будет продвигаться решение в минском формате, нормандской четверке и имплементация минских соглашений. Тут, конечно, больше всего сейчас зависит непосредственно от Российской Федерации и ее дальнейших шагов, потому что после принятия законов о реинтеграции Донбасса, как я уже упоминал, мяч находится именно на российской стороне, и это лишь отображение как раз всех процессов переговорных, которые стоят препятствием основным на налаживании взаимоотношений Европы и Соединенных Штатов с Российской Федерацией. Благодарим за ваш комментарий, спасибо, что нашли время прийти к нам. У нас в студии был старший научный сотрудник Института Всемирной Истории Национальной Академии Наук Украины Максим Ялин. Наш выпуск продолжается, не переключайте. Обстановка на Донбассе обостряется неспокойно на всех направлениях. Зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия боевиками. Один украинский военный ранен. Это произошло возле Крымского на Луганском направлении. Большинство обстрелов пришлось на Донецкое. По украинским военным пророссийские наемники вели огонь у Майорска, Пескова, Луганского, Невельского и Авдеевки. Применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На Приморском направлении с начала суток зафиксирована одна вооруженная провокация. Утром оккупанты из вооружения БМП обстреляли украинский опорный пункт недалеко от Толоковки. Наши бойцы, открыв ответный огонь из пулемета, заставили врага соблюдать режим тишины. Двум украинским пограничникам, которых задержали российские спецслужбы, предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ Российской Федерации. Напомню, 3 октября в Сумской области пропали двое украинских пограничников. Позже стало известно, что их задержали в России. Российский суд арестовал их на два месяца якобы за незаконное пересечение границы и сопротивление силовикам. Украинского консула к ним не пускают. Не исключено, что при задержании к украинским офицерам применили физическую силу и возможной причиной отказа пустить украинских дипломатов к задержанным следы побоев, заявил в эфире UATV спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. О том, что их захватили силой, свидетельствует несколько фактов. Во-первых, то, что действительно они в автомобиле оставили верхнюю одежду, а это было уже вечернее время и достаточно прохладно, то есть они вышли буквально там на несколько секунд из машины. Ну, по крайней мере, так планировали. Во-вторых, в том месте, где произошел инцидент, мы обнаружили места, где, скорее всего, лежало несколько человек, которые, скорее всего, прятались и, скорее всего, и захватывали силой наших военнослужащих. То есть была засада, по большому счету? Да, скорее всего, была засада. Но, опять-таки, мы можем только об этом догадываться. Тем временем украинские врачи предпримут еще одну попытку попасть к незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинцу Павлу Грибу. Сегодняшняя успехом не увенчалась. Российская сторона их не пустила, при этом никакого официального ответа не предоставила. Как рассказал отец Павлов Игорь Гриб, украинские консулы и врачи написали соответствующие жалобы в ФСБ России по Краснодарскому краю, а также в прокуратуру Краснодарского края. Впрочем, особо на ответ не надеются. На все ноты МИД Украины, на обращение украинского амбусмена госпожи Лотковской реакции до сих пор не было. Павел Гриб, который нуждается в ежедневном приеме лекарств, остается без адекватной медицинской помощи. Скоро будет уже два месяца, как Павел находится в СИЗО. Никакой, подчеркиваю, никакой медицинской помощи ему не предоставлено. Лекарства, которые были куплены нашим российским адвокатом Павла Андреем Сабининым, приняты не были. И было сказано, что и не будут приняты для передачи Павлу. Мы знаем, что на это время был закуплен только один вид лекарств за деньги Павла, которые у него есть на счету, но даже закупленные препараты российская сторона тоже ему, к сожалению, не дает. И каково реальное положение дел, какое состояние здоровья, мы до сих пор не знаем. Напомню, украинские врачи прибыли в Краснодар в четверг. Украина не стала дожидаться ответа российской стороны, так как здоровье 19-летнего парня ухудшается. Павла Гриба незаконно удерживают в СИЗО по обвинению в терроризме. Российская ФСБ похитила его, когда он находился в Беларуси. Украинская сторона настаивает на том, что дело Гриба сфабриковано по политическим мотивам. Мечта контрактника. Так назвал новое общежитие для военнослужащих Петр Порошенко во время посещения спорткомплекса Вооруженных сил. Новое жилье имеет все удобства, предусмотренные стандартами НАТО. На его строительство уже выделено около 40 миллионов долларов. Столько же заложат в бюджете на следующий год. К концу 2018-го 22 тысячи военнослужащих будут жить в комфортных условиях. Также президент продегустировал еду из нового рациона украинских бойцов и отметил, что Украина первая ввела в армейский сухой паек горячие первые блюда. По словам Порошенко, в армии меняется не только продуктовое, но и медицинское и вооруженное обеспечение. Более ста комплексов должно быть построено уже в этом году. Причем на деньги, которые были конфискованы, полтора миллиарда гривен у предыдущего руководства страны. Восстановление справедливости. Это идет на вооружение и на создание нормальных условий для военнослужащих-контрактников. Комплексы в первую очередь будут направлены в боевые бригады и будут равномерно размещены по пунктам постоянной дислокации. Круглосуточный домашний арест. Такую меру пресечения избрал Соломинский район из Суд Киева заместителю министра обороны Игорю Павловскому. Также его обязали не общаться с другими фигурантами дела и носить электронный браслет. Отбывать арест он будет дома в Житомире. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет Игоря Павловского в участии в коррупционной схеме по растрате более 5,5 миллионов долларов при закупке топлива для Минобороны. 11 октября его задержали вместе с директором департамента по госзакупкам Владимиром Гулевичем. Во время судебного заседания Павловскому несколько раз становилось плохо. Свою причастность к коррупционной схеме он отрицает. По словам чиновника, в его должностные обязанности не входит определение цены. Министр обороны Степан Полторак назвал Павловского профессионалом, однако отметил, если суд докажет, что замминистра виновен, сам подаст в отставку. Одно из главных заданий, которые стоят перед Министерством обороны, это как раз борьба с коррупцией. И в этом плане министерством сделано очень много. Генерал Павловский выполнял свои обязанности с первого дня агрессии. Исполнял их высокопрофессионально. Но если он причастен к преступлению, должен за это ответить. Следствие нужно провести абсолютно объективно. И мы должны получить ответ. Если он коррупционер, будет сидеть в тюрьме. Если он не причастен, суд должен об этом заявить. Примерить военное снаряжение, научиться зам рукопашного боя, разобрать автомат Калашникова и научиться навыкам первой медицинской помощи. В Киевском дворце детей и юношества прошло мероприятие для юных патриотов, посвященное Дню защитника Украины. Побывала на нем и наша съемочная группа. Военный оркестр 101-й бригады вооруженных сил Украины исполняет главную песню революции достоинства. Гимном баррикад встречают юных гостей мероприятия, посвященного Дню защитника Украины. Кадет Саша – отличник учебы. Он разбирает автомат Калашникова за 15 секунд, выполняя норматив. Вместе с оккурсниками представляет лице-интернат кадетский корпус. Говорит, кроме школьной программы, им преподают воинские специальности. Свой путь Саша уже выбрал. Захищать Украину. Украину защищать, свою страну родную. Разборка автомата не оставила равнодушными военнослужащих национальной гвардии. Они в качестве старших товарищей хотели преподать урок кадетам. Увы, не получилось. Закончили практически одновременно. Патриотическое воспитание детей – один из приоритетов военных комиссариатов. И это не только теоретические занятия, говорит заместитель военного комиссара одного из районов Киева Евгений Клименко. Мы на весну планируем проведение турнира по страйкболу и других практических занятий. Холл Киевского дворца детей и юношества на время превратился в выставку военной амуниции. Особый интерес вызвало оружие наших военных из зоны АТО. Дети должны знать, какие на сегодняшний день есть возможности у нашей армии. И видеть, кто стоит на передовой для того, чтобы они могли спокойно спать. Этому мальчику в кимоно 10 лет. Зовут его Сережей, и он чемпион Киева по боксу. Кроме ударной техники, осваивает приемы самбо. Спорт учит меня дисциплине, выдержке и самоконтроль. Сережа уверен, что именно эти качества помогут ему стать настоящим защитником Родины. Андрей Яковин, Тимофей Сорокин, UATV. Более 73% ВИЧ-инфицированных заразились половым путем. Такова статистика ООН. Чтобы победить эпидемию, в Украине запустили новый этап информационной кампании «Не дай спиду шанс». На этот раз ее лицом стала одна из известных украинских рок-групп. Подробности знает Анна Нестеренко. Валерий Харчишин – фронтмен популярной украинской группы «Друга река». А с недавних пор еще и лицо кампании по профилактике ВИЧ-инфекции. Говорит, в юношестве не придавал значения необходимости использовать презервативы, поэтому не раз рисковал здоровьем. Теперь решил вдохновлять молодых заботиться о собственной безопасности. Я неоднократно наступал на те же грабли, потому что в моем юношестве не было никакого сексуального образования. И пользоваться презервативами, откровенно скажу, я начал уже в зрелом возрасте. Я хочу говорить об этом откровенно, потому что мы отвечаем за свою жизнь, за свое здоровье. Группа «Друга река» с напоминанием о необходимости защищенного секса появится на четырех тысячах билбордов и полутора тысячах ситилайтов. Частью информационной кампании является и портал «Факты про ВИЧ». Я просто советую вам туда зайти. Это портал, в котором есть все о путях заражения ВИЧ, все пункты, где можно пройти тест на ВИЧ. Портал разработан, учитывая интересы молодежи. Он интерактивный и увлекательный. 19% ВИЧ, инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии, проживают в Украине. Однако в Отечественном министерстве здравоохранения настроены оптимистично. Согласно плану ООН, преодолеть эпидемию ВИЧ-спида планируют до 2030 года. Уверены, у страны есть для этого все ресурсы. Чтобы этого достичь, в ООН предложили стратегию 90-90-90. Это значит, что до 2030 года 90% людей в мире будут знать свой диагноз, 90% получать лечение, 90% из тех, кто принимает лекарства, будут успешно вылечены. Борьбе с ВИЧ-инфекцией уделили внимание и в проекте медреформы, за которую украинский парламент будет голосовать на следующей неделе. Согласно документу, особое значение придадут профилактике заболевания. Этим будут заниматься специальные центры общественного здоровья. Разъяснять важность безопасного секса обяжут и лечащих врачей. Анна Нестеренко, Владислав Посудевский, ЮЭй ТВ. Соединенные Штаты Америки объявили о намерении выйти из состава ЮНЕСКО. Государственный департамент уже направил в штаб-квартиру организации официальное уведомление. В нем говорится, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. По словам спикера Госдепартамента, это связано с необходимостью фундаментальной реформы организации и с продолжающейся в ней предвзятой антиизраильской позицией. При этом США намерены учредить при ЮНЕСКО специальную мониторинговую миссию. Своё сожаление относительно решения Вашингтона уже высказала генеральный директор организации. Напомню, ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. На данный момент в организацию входят 195 государств. Коль уж мы являемся существенной платформой для межкультурного диалога, прав человека, свободы выражения, защиты журналистов, работы по всему миру, устранения бедности для боротьбы с предрассудками и безграмотностью. Я думаю, нам нужно быть одной командой. И, конечно, одной командой с Соединёнными Штатами, которые также были среди основателей и наших самых главных сторонников во всех начинаниях. Защитить от рабства. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала стала послом доброй воли международной организации по миграции, которая входит в структуру ООН. Певица присоединится к глобальной борьбе по торговле людьми. В рамках информационной кампании, посвященной борьбе с современными формами рабства, Джамала снялась в специальном видеоролике. В Киеве в американском доме состоялась его презентация. Клип появится в эфире украинских телеканалов 18 октября в Европейский день борьбы с торговлей людьми. Напомню, в 2016-м Джамала стала победительницей Евровидения в Швеции. Четыре года назад, в 2013-м, меня пригласила компания MTV Exceed совместно с международной организацией по миграции принять участие в фильме о жизни на продажу. Он рассказывает о современном рабстве. Тогда я познакомилась с большим количеством реальных историй людей, попавших в рабство. Я не знала, что такое вообще может существовать и что такого настолько много. На сегодняшний день 230 тысяч человек пострадали от рабства только в Украине. Поэтому я очень рада, что присоединилась к этому проекту. И медленно, но уверенно развивается украинский улиточный бизнес. Французский деликатес добрался и до Закарпатья. С недавних пор там начала работать первая в регионе ферма улиток. В год предприятия может вырастить до 10 тонн моллюсков. Наравне с бограчем, лопатками и кнедлыками на Закарпатье теперь и заморское лакомство. Традиционные для Франции, но диковинные для Украины улитки. Не зря французы их любят есть. О более диетическом мясе, чем мясо улиток, я не слышал. Это почти стопроцентный белок. Даже если добавить немного сливочного масла, специй и сыр, то жира все равно будет так мало, что можно спокойно употреблять во время диеты. Михаил Демьян занимается улитками уже около трех лет. Хотя сознается, когда впервые столкнулся с диковинкой, попробовать решился не сразу. Действительно, нетипичное блюдо для Украины, тем более для Закарпатья. У нас такая богатая интернациональная кухня, что есть улиток еще никто не додумался. Но решился, попробовал. Оказалось и правда вкусно, а потом узнал, что еще и очень полезно. Вкусно оказалось настолько, что лакомиться улитками захотелось почаще. Однако цены не радовали. Тогда Михаил решил выращивать деликатес собственноручно. Оказывается, в Европе есть очень много ферм, которые разводят улиток. Они проводят обучение. Я поездил, посмотрел, поучился. Закупил улитки Мюллер. Их, в отличие от виноградных, можно есть целиком. Два года экспериментировал в домашних условиях. А сейчас, когда масштабы выросли, создал ферму под открытым небом. Тогда, три года назад, все началось с 10 килограммов. А уже к этой зиме ферма планирует собрать до 10 тонн улиток. Все эти моллюски сейчас проживают в комфортных для них условиях. Траву владелец покупает специально за границей. Сверху так называемые душевые для улиток, обеспечивающие необходимый объем благи. Внизу оборудованы щиты. Соберут моллюсков с наступлением холодов. В среднем планируют получить 3-4 евро за килограмм. Покупателей подыскивают среди стран, где развита культура потребления улиток. Пока же за ростом деликатеса приходят понаблюдать туристы. А заодно попробовать продукт на вкус. Любовь Задорожная, Евгений Савицкий, Юэй ТВ. Это последняя информация выпуска. Все повторы можно найти на Фейсбуке и Ютьюбе. Оставайтесь с нами, берегите себя и думайте только о хорошем.